Я приветствую всех подвохов нашей необъятной родины и лично каждого подвоха Ленинградской области. Сегодня речь пойдет о подводной охоте на Финском заливе осенью. Эта вылазка у нас состоялась 5 ноября 2023 года. Это видео вы скорее всего будете смотреть прямо уже на следующий день, может быть через день-через два. Но вылазка наконец-то состоялась. Почему? Во-первых, как вы знаете, у нас праздник, все отдыхают, у всех выходные. И самый главный момент, что у нас сейчас наступил такой период после 2-3 недели штормов, что действительно у нас погода успокоилась, нормализовалась, шторма прекратились, убыль, прибыль воды, то же самое на Финском заливе не гуляет, а это большой плюс. Но еще один момент, температура тоже у нас устоялась такая уже где-то 4-5 градусов. До этого у нас были заморозки. Доходили они где-то до минус 5, и даже кое-где на Ладоге в камушах стоял лед. Созвонились, собрали компанию из трех человек и полетели. А полетели мы за 250 километров от Питера, именно на север Финского залива. Наверняка у кого-то из вас возникнет вопрос, а где это? Ребята, это секретные места. У каждого есть свои места, которые реально никто не хочет выдавать. Вот так же и мы собрались, поехали. Почему? Погода была плюс 7, ветра практически не было там, юго-восток, юг 2-3 метра. По докладу разведчиков, которые за день до этого были, в той стороне прозрак тоже присутствовал, ну и рыба соответственно тоже. Почему мы едем именно в это время и почему именно туда? Во-первых, Финский залив, он очень большой. Это один момент. Второе. На Финском заливе, если брать, например, у нас здесь, в Питере, да, рыба с запахом, она пахнет тиной, она пахнет болотом. А та рыба, которая именно с северо-финского залива, по вкусовым своим качествам, она достойная. Поэтому именно туда, именно ночью за щукой. Выехали мы, наверное, в часов 6 из города и уже к 9 добрались до места. Быстренько переоделись, водрузили на себя по 10-12 килограммов грузов, потому что все-таки плавать в камышах, а нужно быть очень осторожным, легонько ползти, раздвигая камышики, потому что в это время выходят самые хорошие, замечательные, прекрасные, по своим характеристикам трофеи. В этом месте рыба есть вся, от леща и заканчивая щукой. Иногда даже встречается судак. Судак такой 1-3 килограмма. Представляете, вот просто вы идете на Финском заливе, на глубине 1,5 метра, и вы видите судака размером 1,5-2 килограмма. Это удивительно. Иногда в этом же камыше встречается даже кумжа в осенний период. Вот такие вот интересные места. Ну и кто знает, именно в тех областях у нас очень много форелевых хозяйств. И предыдущие шторма, которые у нас были, вода пребывала плюс 1,5 метра, очень много убежало форели. Но в этом видео про форель речи не будет. Здесь будет речь, ну по крайней мере в моем видео, о щуке. Ребята, конечно, мои коллеги, забегу, забегая вперед скажу, что они взяли и окуня хорошего, такого 1,5 килограммчика, несколько штук, и линей тоже. Кому надо было, тот брал. Какую хотели рыбу брать, то брали. Потому что такие вылазки у нас бывают, это 1-2 раза осенью максимум, все. В другое время мы туда не ездим, потому что уже где-то к декабрю месяцу стоят лед, а погода здесь у нас изменчивая. И попасть на хороший прозрак, попасть на хороший уровень воды, попасть на щучьи льдорадо, это действительно надо, чтобы сошлось очень много факторов одновременно. Из снаряжения у меня это среднерокий каюк 60, D-170 фонарь, камера АС-50, ну и, соответственно, титановый трезубец. Почему этот трезубец? Потому что я привык к трезубцу, и на щуку я хожу только с трезубцем, зная о том, что здесь хорошие экземпляры, 5+, где-то и 10+, поэтому ее нужно в любом случае шокировать, в любом случае безопаснее все-таки для меня. Я считаю, это трезубец титановый. У кого-то есть на этот счет свое мнение, но я хожу на щуку только с трезубцем. Скажу сразу, что на полной зарядке батареек 5000 мА, две штуки, это десятка, мне хватило на три часа. Но, опять же, вода холодная, 4 градуса, и вы должны понимать, что на максимуме, а лучше действительно фонарик не использовать. Здесь он где-то, вот даже сейчас, на видео видно, что я использую где-то на 80%. У меня специальная резиночка стоит, которая ограничивает его включение от 100%. Для чего? Именно для того, чтобы с ним можно было реально хорошо покупаться в течение минимум трех часов. И да, после охоты я поставил на зарядку, батарейки высадил я практически в ноль. Иду, наконец-то, к самому главному моменту, это к самой подводной охоте. Пошли в воду, прозрак однозначно радовал, пол-полтора плюс. Ухожу направо, в камыше, и буквально через 20 метров, я встречаю вот этого красавца леща. Такого где-то килограмм-полтора. Я им полюбовался. Леща мне, в принципе, не надо было. И я его очень редко беру. Да, его можно покоптить, его можно сделать в духовке, очень вкусненько. Но именно сегодня мне лещ никак не нужен был. Но и опять же, прозрак порадовал. Именно в камыше можно было даже где-то нарваться на прозрак два плюс. Ну, наконец-то, свершилось. Спустя буквально 15 минут я встретил первую маленькую щучку на горам 300. А это, как вы понимаете, знак. Если есть мелочь, где-то в этом огороде есть и что-то большее. И что вы думаете? Буквально в пяти метрах от этого места смотрю, щучка-полторашечка. Ну, думаю, надо положить начало этому делу всему. И все-таки взять эту щучку хотя бы. Пусть она будет первой, маленькой, но будет висеть у меня на кукане. Самый подходящий размер для коптилки и для сковородки. Ну что, начало положено, можно идти дальше. Ну и самое интересное, я сейчас буду показывать кадры конкретной реальной охоты. Воды будет как можно меньше, а щуки будет как можно больше. Начинал я с полутора килограммов, а закончил. Ну, кому интересно, досмотрите это видео до конца и там в конце будет красивая фотография и конец моего видео по подводной охоте на Финском заливе. Ну что, смотрим основные моменты этого видео. Мы начинаем. Итак, какая у нас тактика? Заходим в воду, идем на край камыша, на краю камыша где-то глубина полтора плюс, но там очень редкий камыш, поэтому что мы делаем? Правильно, идем аккуратненько в сторону берега, а берег у нас бывает и в десяти метрах этого камыша, а бывает в пятнадцати, в двадцати, в тридцати, а камыш очень плотный, очень толстый и приходится пробираться максимально тихо и медленно. Ну и смотрите, что сейчас произошло. Справа, краем глаза, я увидел стоящую щучку развернуться так, чтобы она еще и не испугалась, еще и осталась на своем месте. Ну что, это была вторая щука на этой охоте, которая оказалась шустрее меня, но мы в равных условиях. Она убежала, идем дальше, ищем дальше. Конкретно здесь получается у нас глубина где-то сорок-пятьдесят сантиметров вдоль берега, пробираясь сквозь вот этот плотный камыш, кое-где есть прогалины, кое-где есть пятаки свободненькие, но все равно очень сложно. Очень сильно шумишь и ластами, и камыш ломается, и фонарем постоянно дергаешь. В общем, не сильно комфортно, но чего не сделаешь ради победы и трофеев, которые тебя ждут в этих камышах. Недолго пришлось дать очередную встречу с щучкой. Ну что, берем еще одну. Плюс охоты в камыше именно на трезуб, в том, что если ты стреляешь в таком формате в рыбу, он у тебя не уходит как пуля в ил. Там, где много корней камыша, приходится потом его очень долго выковыривать эту пулю. Острезубцем взял, поднял и все. Щучка шокирована, обездвижена. Берешь и насаживаешь на кукан. Смотрим дальше. К сожалению, не все кадры вошли в этот фильм, потому как все-таки камера S50 отличается хорошим качеством, да, ее в холодной воде все равно хватает на пару часов, а я купался практически три. Здесь даже мне удалось поснимать маленького окуня на своих местах обитания. Щучка, которая от меня спряталась, но не спряталась. Мы ее все равно нашли. Видите, какая маленькая, да? понаблюдали и разошлись по своим делам. А эта щучка, как выяснилось, позже стояла и переваривала еще одну щучку у себя в желудке. Такой где-то грамм, наверное, 500. Да-да, страдают они каннибализмом. Из моих наблюдений, вся щука стояла буквально вдоль льда и самое интересное, практически вся смотрела в залив. Не знаю почему. Хотя малька я не видел практически вообще никакой рыбы. Все хорошее когда-то имеет свойство заканчиваться. Вот так и здесь сегодня. Это было уже где-то час ночи. Многие у меня начали подмерзать и пришлось выходить на берег. Было конечно очень тяжко на поясе у меня приличное количество щуки. Я остался доволен. Мне этого хватит надолго. И ребята всем вкусной рыбы к столу и хорошего настроения. Все. Всем пока. Смотрите мои ролики.